всем привет добро пожаловать в окна пара и на дуэс да я как это гномик всегда слоники вернулись слоники в том смысле что мы опять два слоника который не на как шло шло в комнате вот мама продолжает у нас петь и да вкусно вкусно это булгур со специями ой мы замутнились это курочка очень вкусная да и у меня кабачки у мамы кабачки с баклажанами и все остальное то же самое булгур и курочка приятного аппетита сейчас вот на заднем плане вы увидите что я обратно поставила все на стеллаж то что пока мы его переносить не будем но чтобы здесь не было бардака да я бы сказал не то что урдака чтобы все это пол комнаты не занимала выставлено я пока поставила все сюда и кстати сюда же переместилась книжка вог вы не видите что эта книжка в окна как только свет включаешь так начинает светиться вот этот металлик вообще просто так сейчас мы будем отвечать на вопрос который очень многих интересал да да вопрос по поводу арифлеймов ского геля для бровей ты можешь сесть я тебя сниму а я за кадром чуть русской здесь ты очень хорошо смотришься только в кадре оставайся в кадре гель для бровей от эрифлейм новый абсолютно мы купили два цвета у меня вернее два цвета у они один я купила и темные и светлые вот это который посветлее но мы показывали в бандерольке разницу этих цветов принципе да так не видно на на руке у мамы было видно мне он очень понравился и мне что могу сказать меня есть чем сравнить у меня есть вот гель для бровей банифет банифет а микрофибрами чему я могу их сравнивать они и тут и другой с микрофибрами арифлеймов ски тоже заявлен с микрофибрами но я могу сказать что не банифет не в арифлейме я никаких не строк не бы не фитива откроет там сразу эти микрофибры видны да они видны но они ничего не делают но я не понимаю я не вижу я не вижу чтобы вот они видите видите видеть и видеть они как-то прилипали к волоскам и что-то тому для меня не вижу я хотя цвет здесь конечно посветлее банифете в арифлейме мне понравился я попробовал темный для меня он очень темный тот который посветлее мне понравился и щуточка нормальная такая не длинная не коротку она коротенькая конечно но хорошо она как мне она как раз хороших раз разуме ласка проходит мне понравился цвет в нем нет рыжины вот это для меня очень важно потому что как правило в более светлых тонах всегда какая-то рыжина присутствует но на мой взгляд все-таки в среднем есть немножко рыжины на твой взгляд я вот не чувствую поэтому я рекомендовал вот даже когда мы на руку наносили я рыжины не видела да очень хорошей консистенции никаких комочков не остается очень хорошо ложатся ложится краска на волоски что еще ты можешь сказать ну я сейчас сейчас скажу я да я как расскажу что я его у меня вот темный я наношу я теперь не пользуюсь карандашом если вы видите вот последнюю неделю я не пользуюсь карандашом я пользуюсь только этим он гель называется гелем а потом места которые не прокрасились гелем или там еще что-то или нужно еще больше мне распределить гелия я немножко распределяю вот этой кисточкой и ну как как краску именно как карандаш как именно гель который не в форме туши вот распределяя и кроме геля я был тоже тоже вопрос но просьба поделиться своими впечатлениями по поводу вот этого наборчика он у меня весь уже в пудре но значит только пинцетами я не пользовалась а все остальное мне понравилось очень понравилось мне очень понравилось вот эта штучка мне же понравилось то что сама кисточка она закрыта таким колпачком то есть он она не пачкается здесь в основании есть вот такая расчесочка прозрачная и именно благодаря но с этой расческой и я подстригал себе бровки вот что ножнички мне тоже понравились вот это верный спонжик мне тоже понравилось все хорошо достаточно убирает ненужные волосики в общем наборчик мне понравился мне он очень понравился я буду продолжать пользоваться и он не так на самом деле по моему дорого стоит вот эта книжка я решила все равно вам еще снять вот эта книга и еще я достала книжку вот скорт скотта банса макияж как голливуде очень интересная книга здесь секреты именно современных визажистов с современными средствами я сегодня весь день занимаюсь сравнительным анализом разных вещей мама до смотрит кино и занимается всякими домашними делами в том числе и гладит я обожаю гладить да это удивительно обожаю гладить и смотреть кино не зря смотреть кино да да ой слушайте так классно вот эта вывеска списалась мы ее купили да я очень люблю ее в праймарке мы ее купили на Тенерифе что ли или где да на Тенерифе но праймарке есть кстати и в Великобритании в Испании и еще где то есть по всей Европе да а спрашивали какой у нас утюг когда-то да спрашивали видите мы на такие вопросы отвечаем Тефаль он всегда думает о нас у нас кстати это уже четвертый по моему Тефаль ну это там это там две подарила нет другой в общем короче говоря вот сюда заливается у него наверху это очень удобно потому что до этого у нас был утюг который очень неудачно снизу заливался снизу вот здесь вот на попке у него было и тоже кстати Тефаль это было ужасно неудобно да вот этот удобный здесь ну ну как всегда спешить можно и вот этот всегда глажу да вот 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 да ну мама и так же любит еще и пшикалку кстати ну это для постельного белья я всегда пшикала да а все остальное достаточно пара а вот эта штучка у нас из икеи да да обложка на гладильную доску то ли в ашане то ли еще где то купили да по моему в щуке а нет ну в общем не помню это что усатый нянь усатый кот а а она себе губу поцарапала она себе поцарапала губу и никак не заживет у нее не ну губа то в принципе аллергия прошла а вот сарапка не заживет никак ну что по горячим следам да по следам мы не крашеные а вопрос все что мы если вы хотите увидеть нас яркими как в вопросе мы идентифицированы вы можете пройти в прошлое видео в общем нам написали что мы очень яркие даже на улице выделяемся у столпы спасибо большое кто нас там увидел из машины как вы нас увидели как вы вот в этот момент если вы видели вчерашний влог в этот момент когда мы выходим из пешеходного перехода если это было в 22.00 действительно да когда мы выходили из охотного ряда да рассказывали про вот этот йогурт для тела когда мы выходили но это правда уже осталось за кадром когда мы уже вышли на Тверскую кто-то нас увидел прямо из машины я бы в жизни никого не увидела из машины я не знаю ну в общем вам привет вопрос от Елены Елена как на ваш взгляд в Москве люди одеваются более жизнерадостно и ярко или вы все же скорее исключение чем правило у нас в Москве и дальше был еще ответ на этот вопрос кто-то написал что везде одеваются и в Европе тоже одеваются серо и только люди у нас в провинции сплошная серая масса я когда была помоложе тоже любила все ярко и постоянно ловила себя на себе больше осуждающих взглядов хотя были комплименты а потом перешла на серенькое темно-синяя и так далее вообще масса задавила полет моей души я всегда одевалась ярко до тех до тех пор пока не попала в руки моего мужа Аниного папы но тогда времена были такие тяжелые трудно было что-то достать а он каким-то там бартером что-то занимался и ему какую-то одежду приносили он притаскивал это мне и все это было темно моя мама так ругалась просто ужасно всегда говорила что ты на себя напяливаешь ты еще в черном находишься ну имеется ввиду там трауры всякие и так далее а был у меня в жизни момент когда почему-то меня поперло на темно-коричневое на что-то еще тоже мама ужасно ругалась я вообще считала что я осень и что мне вот эти зеленые какие-то в общем короче говоря я всегда одевалась ярко потому что меня мама так научила понимаете я не знаю она всегда покупала яркие какие-то ткани но мы сами шили и конечно когда появилась возможность одеваться то есть вот те мужниные наряды уже закончили свое существование конечно я начала снова яркие какие-то вещи покупать но я люблю яркое красивое я считаю что у нас такая серая жизнь в смысле погоды ужас просто ну и Аня ну понимаете понятно как бы почему люди одеваются более так однородно так скажем серо черно коричнево потому что это очень практично типа практично у меня даже есть фотографии в инстаграме по-моему я выложила когда-то фотографию я еду на эскалаторе стою и сверху снимаю толпу людей которые входят на эскалатор все черным черно ну это ужасно просто но летом все-таки особенно молодежь все-таки одевается более ярко и если говорить вот о центре города ну мне кажется что у нас очень и модно и ярко одеваются потому что в центр одевают самые лучшие наряды там выпендриваются на работе молодежь приезжает сюда тусоваться все-таки центр достаточно яркий а вот если посмотреть на массу людей которые едет там на работу с работы все-таки это более такие практичные более серо-черно-коричневые вещи я подписана в инстаграме на одну женщину стилиста она же стилист да вроде бы да называется в общем она считается сейчас у нас самым лучшим стилистом она консультирует семьи из списка форбс в журналах печатается ну введет там курсы различные мне она импонирует потому что она учит женщин одеваться интересно и ярко и вот эти вот базовые вещи которые люди считают что это черно-бело-серый вариант она им объясняет вы поймите что базовые вещи это не обязательно вот бесцветное темное но нас так учат в нашей стране по какой-то удивительной странной причине практично ну почему практично черный цвет вообще не практичный серый практичный да ну в общем да это как бы я думаю что беда нашей страны нет ну это не только нашей страны беда и огорчение на самом деле и в других странах и в Европе тоже одеваются достаточно чемненько но что касается например аксессуаров все-таки в Европе той же самой более ходовые яркие аксессуары например сумки у нас продолжают покупать черные у нас самые популярные сумки черного цвета мы когда приехали на белую дачу в Аутлет мы обалдели все ярко там в распродаже яркие красивые необыкновенные сумки да то что черное и серое у нас все раскупается и мне непонятно почему вот такое отношение к цвету в нашей стране хотя у нас исторически были такие яркие костюмы народные красные золото почему то я тебе говорю практично 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 ну вот напишите практик или теоретик или все-таки яркое предпочитаете я по-любому яркое предпочитаю мне вообще ровные цвета не очень идут но сейчас вот серенькие мне нравятся но все равно с какими-то там всплесками цвета я по цветотипу динамичная зима мне если одеть что-то такое ровное я просто сольюсь с этим цветом и меня просто не будет а по поводу того как относятся окружающие я тоже недавно читала одна девочка написала у нас в провинции вот я ну сейчас модно да я правда этой моды не очень сильно понимаю туфли с носочками носить вот я ношу туфли с носочками вслед мне и мат и всякие высказывания и комментарии и усмешки человек живет на минуточку не в деревне не в маленьком городке в Челябинске представляете но у нас на самом деле еще никто не обращает внимание кто как одет вот серьезно не обращают внимание это Москва как Нью-Йорк и мне это нравится да поэтому вот я иногда читаю ваши высказывания комментарии по поводу того как одета Аня Аня одевается очень модно и интересно и когда вы пишете ой боже мой как она одета и безвкусно там и так далее я раньше удивлялась а после вот комментарии этой девочки я поняла что да многие просто не воспринимают современную моду да ну просто очень сложно да мода меняется и сложно за ней уследить вот причем мода же она сейчас идет в разных слоях и горизонтально и вертикально да да ну в общем ждем от вас как у вас в городе одеваются ярко практически как вы к этому относитесь как одеваетесь вы и так далее и тому подобное ну не обязательно одеваться на самом деле модно можно ну я имею ввиду чтобы сказать что вы одеваетесь ярко я правильно сказала нет непонятно в общем ждем ваших комментариев мы вас очень 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 сильно любим мы любим понедельники и завтра понедельник да рабочий настоящий обнимаю вас крепко 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 и желаю вам доброго утра счастливого дня и спокойной ночи пока-пока пока-пока нет на крепко вот прием то б покой вот вот Субтитры подогнал «Симон»